В Государственном Кремлевском дворце состоялось награждение победителей 8-го открытого межрегионального конкурса журналистов «Я люблю Россию». Конкурс организован Центром национальной славы и фондом Андрея Первозванного. В этом году он был посвящен одной теме – семья. Работы на суд жюри прислали сотни журналистов, телеканалов, радио и печатных изданий из всех уголков России. В числе участников была и наша коллега Анна Туронь. На конкурс она отправила специальный репортаж «Забери меня мама», в котором говорилось о формах устройства в семью детей, оставшихся без попечительства родителей и детей-сирот. Также в материале рассказывалось о семьях, взявших ребят под опеку. Материал на конкурс не подбирали заранее. Выбрали из тех, что уже выходил в эфир и подходил по положению, которое пришло на телевидение. Конкурс был посвящен теме семейной, а в материале как раз рассказывалось о семьях, пусть и приемных. Материал отправили и забыли. Бешеный ритм работы не давал времени на раздумья, будет ли какая-то награда за него, либо нет. И когда в начале декабря пришло официальное приглашение в Кремль на награждение, конечно, это было очень неожиданно. Программа мероприятий для победителей была рассчитана на два дня. Первый день посвятили знакомству участников обсуждению конкурсных работ. В этот день состоялась встреча победителей с первым вице-президентом фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Михаилом Якушевым. Он рассказал об истории создания и особенностях деятельности организаций, о масштабных проектах, затрагивающих всю Россию. На следующий день журналисты вновь собрались в центре. Для них провели несколько обучающих семинаров и мастер-классов. После обеда – посещение Кремля. Церемония награждения победителей в Государственном Кремлевском дворце прошла при участии президента фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Сергея Щеблыгина, а также вице-президента, председателя жюри конкурса «Я люблю Россию» Натальи Якуниной. В этом году в числе победителей были два представителя Сахалинской области. Анна Туронь, корреспондента хинского телевидения, завоевала диплом в номинации «Гражданская позиция журналиста». А в номинации «Секреты счастья» победителем стала Анна Суха-Рибрик, исполняющая обязанности заместителя редактора газеты «Губернские ведомости». Поездка в Кремль оставила у меня массу таких впечатлений, которые даже трудно описать словами. Ведь одно дело, когда ты приходишь в Кремль на экскурсию, а совсем другое дело, когда тебя приглашают туда на награждение. Конечно, в конкурсе принимало участие сотни авторов. Это из СМИ самого различного уровня, самых различных масштабов. И, конечно же, очень приятно, когда мой труд из маленького северного городка получил признание и завоевал такую высокую награду. Кроме того, по итогам конкурса были объявлены обладатели Гран-при. В этом году ими стали несколько участников, победителей номинации проекта редакции. Это коллективы телекомпаний «Мир Белогорье», «ГТРК Ярославия», «Сахалинская газета Губернские ведомости» и телекомпания «РБК-ТВ» Новосибирск. Представители этих коллективов примут участие в поездке в Иерусалим за благодатным огнем накануне светлого праздника Пасхи.